Вольная борьба по праву считается одним из самых массовых видов спорта в Оренбурге. Только за последние несколько лет к ней приобщилось порядка 10 тысяч человек. Сегодня вольная борьба стала и визитной карточкой ЛЕКО. Здесь воспитываются будущие и нынешние чемпионы области, призеры Приволжского федерального округа. В общей сложности около 200 человек. Было переносное область, отбор на переносное Приволжского округа проводился. 18 человек мы возили, 10 человек стали призерами. Два из них чемпионы. Два вторых места и шесть третьих мест. С сентября мы уже третий год занимаемся подвалью. Есть даже постановление правительства, что дети не имеют права заниматься подвалью. Несмотря на трудности на местах, ЛЕКСкие тренеры способны готовить чемпиона высокого уровня. Но отсутствие приспособленных помещений не добавляет оптимизма ни родителям, ни ребятам, желающим заниматься и добиваться хороших результатов на борцовском ковре. Эта тема получила свое продолжение на личном приеме граждан депутатом областного парламента Евгением Сусоевым. Как президенту Федерации спортивной борьбы в Оренбургской области для него решение этого вопроса в приоритете. А сейчас, во-первых, будет ГТО, да, значит, везде. Это же будет для школы плюс большой. Значит, эти, вот я вчера говорил, вот эти ребята, которые будут защищать честь нашей Оренбургской области на Привозском федеральном округе, они готовы. Термонормативы, они сейчас перевыкнуты, даже разговоры не будет. Это будет просто находка для школы и будет гордость для школы. Я в этом заинтересованный номер один, как отвечаю за спортивную борьбу в Оренбургской области. Я думаю, этот вопрос мы решим. Не откладывая вопрос в долгий ящик, депутат встретился с представителями Оренбургской администрации в помещении, занимаемом спортсменами в настоящий момент. Как один из возможных вариантов решения борцовского вопроса зал в местном ФОКе, который устраивает и тренеров, и самих ребят. Теперь слово за руководством поселка. Светлана Семенида, Владимир Жидов.